Доброе утро! На 12-м канале «Час новостей» в студии Анны Кокориной. Смотрите в этом выпуске. Крупный пожар в заброшенном здании. Огонь практически уничтожил кинотеатр «Сатурн». Горсть земли для дороги памяти. У меня отец за Москву погиб, брат на Курской дуге погиб. Ну, а я вот остался жив. Солдатские кесеты из Омска отправили в главный храм Вооруженных сил России. И золотые амички, и стрелки, и гимнастки стали чемпионками Олимпиады Старого Света. 9 тысяч омских одиннадцатиклассников сегодня получат аттестаты. По всему региону пройдут выпускные вечера. В Омске центральным местом празднования по традиции станет Иртырская набережная. Здесь пройдет общегородской бал. По всей улице организуют концертные площадки. Выступят музыкальные коллективы. Развлекать ребят будут и аниматоры. А в 10 вечера небо над рекой раскрасят огни салюта. Для проведения праздника часть Иртырской набережной закроют для транспорта. До 23 часов машины не смогут проехать от Ленинградского моста до улицы Циолковского. А также от улицы Ленина до Иртырской набережной в районе домов номер 1 и 2 на Ленинградской площади. Также с трех часов здесь ограничат и парковку. Установят временные дорожные знаки. Мусор внутри заброшенного здания загорелся и чуть не привел к трагедии. Пожарным пришлось ликвидировать крупное возгорание в кинотеатре «Сатурн». На кадрах с места происшествия заметно, что из помещения валит густой черный дым. О том, что строение опасно, меньше недели назад прокуратура Омской области предупредила мэрию. Администрации города вынесли представление об устранении всех нарушений внутри и около «Сатурна». По данным специалистов, здание кинотеатра не отвечало требованиям безопасности граждан, особенно детей. На трассе Омск-Тюмень произошла серьезная авария. Водитель влетел в здание. Предварительно установлено, что в районе 606-го километра он не справился с управлением и влетел в законсервированный пост ДПС. Само здание почти не пострадало, а вот передняя часть легковушки от сильнейшего удара завернулась в салон. Шансов выжить у шофера не было, а травм он скончался на месте. Полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии. Летняя жара должна вернуться в Омск уже сегодня. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 28. Будет дуть в южный ветер. Дожди не исключены, но они пройдут лишь местами. С наступлением теплой погоды сотрудники МЧС в усиленном режиме будут патрулировать стихийные пляжи. В Омске таких мест отдыха более 20. Купаться здесь запрещено. Установлены соответствующие знаки. Нарушителям грозит штраф до 1 тысячи рублей. Специалисты в очередной раз предупреждают. Купаться в РТШ опасно не только для жизни, но и для здоровья. Вода не соответствует санитарным нормам. А вот для солнечных ванн открыты городские пляжи в Кировском, Советском и Центральном округах. Здесь есть раздевалки и питьевые фонтанчики. Дежурят спасатели. Тысячи горожан почтили память погибших в Великой Отечественной войне фронтовиков. Траурные акции прошли в одной из самых печальных дат 22 июня. В этот день ровно в 4 утра фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. Из Омска на фронт ушли 287 тысяч человек. Половина из них не вернулись. В День памяти и скорби в честь наших бойцов в Парке Победы зажгли сотни свечей. С красными лампадами люди прошли по мемориальной аллее к памятнику солдата-победителя. В Траурном шествии принял участие и Александр Бурков. А у подножия монумента участники акции выложили из свечей слово «Помним» и цифры 1941. Для каждого молодого человека очень важно чтить, хранить и помнить те страшные события Великой Отечественной войны. Для того, чтобы над нашими головами в нашем небе больше никогда не приносились боевые самолеты и никогда больше нашей жизни не коснулась война. В моей семье очень многие ушли на фронт. У моей бабушки, братья ушли на фронт. И некоторые из них, к сожалению, не вернулись. И, наверное, во имя памяти именно их. Ну и, конечно же, каждого, не вернувшегося с войны. Ну а сегодня в России отмечают еще одну памятную дату. 74 года назад в честь окончания Великой Отечественной войны в Москве состоялся парад победы. Участники пронесли по Красной площади и бросили к мавзолею нацистские штандарты. Память тех, кто ценой своей жизни выиграл для Родины эту кровопролитную войну, увыковечат и в строящемся храме Вооруженных сил России. На территории здесь разместят солдатские кесеты с землей, собранные с мест захоронений фронтовиков по всей стране. В Омске акцию провели на Старосеверном мемориальном кладбище. Елена Попкова подробнее. Почтить память своих погибших товарищей он приходит сюда ежегодно. Третий Белорусский фронт, разведка на Дальнем Востоке и капитуляция Японии. Пройти все тяготы войны и выжить Михаилу Веревкину помогла любовь близких. От фашистской пули сердца фронтовика защитили письма из дома и красноармейская книжка, хранившаяся в нагрудном кармане. У солдатского пантеона в оглушающей тишине ветеран вновь, как и в 41-м, слушает слова, изменившие судьбу миллионов жителей страны. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. В деревне-то даже тяжело было сообщением, с радио, не у всех оно было проведено. Но когда узнали, всех мужчин сразу в военкомат на телеге, и повезли в военкомат, народ поднялся на защиту. У меня отец за Москву погиб, пропал в безвести в феврале 42-го года. Брат на Курской дуге погиб, ну а я вот остался жив. В День скорби 92-летний ветеран снова в строю. Сегодня набирает горсть памяти с места, где покоятся более 600 солдат-героев. Землей с могил фронтовиков кесеты наполнили во всех регионах страны, где есть подобные захоронения. Я хочу, чтобы молодежь помнила слова наших прадедов и дедов в этой Великой Отечественной войне. Они всегда говорили, не отдадим ни пяди родной земли. И мы сегодня в этой акции подтверждаем, что мы чтим и помним подвиг нашего народа. Слава нашим героям! Солдатские кесеты вложат в гильзы артиллерийских снарядов. Позже контейнеры разместят на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, который строят в Подмосковье. У здания проложат и дорогу памяти. Протяженность маршрута 1418 шагов. Столько дней длилась война. В экспозицию войдут 33 миллиона фотопортретов фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу. Увековечить подвиг своего героя могут и амичи. Для этого нужно обратиться в местный военкомат. Сегодня таких заявок уже более 110 тысяч. Принимают сведения и на сайте проекта. Не только со всей России, со всего мира. Чтобы каждый, пройдя по дороге памяти, знал, никто не забыт и ничто не забыто. Елена Бабкова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Горячую воду сегодня отключат в квартирах должников Кировского округа. Здесь пройдет рейд по неплательщикам. За тепло и воду ресурсоснабжающая организация амичи не выплатили уже более полутора миллиардов рублей. Сумма долга одного из них превышает 170 тысяч. Услуги мужчина не оплачивает уже на протяжении трех лет. Взыскивать задолженность с него будут судебные приставы. Жуткий перформанс с повешенным манекеном устроили на недострое в Омске. Фотографии в соцсетях, на которых виден якобы человек, висевший в петле на плитах долгостроя по улице Герцена, вызвал общественный резонанс. Издали казалось, что это реальный человек. Как выяснилось, это манекен. Предположительно, так дольщики решили привлечь внимание к долгострою. Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса области Антон Заев ответил на их действия. Цитирую. Минстрой сегодня активно занимается проблемами обманутых дольщиков и пайщиков. Это очень сложное направление, поскольку у каждого недостроенного дома своя история. Мы понимаем, что люди попали в беду и надеются на помощь областного правительства. По поручению губернатора Александра Буркова проведен анализ недостроев. Они разделены на группы. В региональную дорожную карту включены 29 домов. В этом квартале окончательно решен вопрос с дольщиками микрорайона Академический по их расселению. По 9 домам вопросы можно решить с помощью региональных мер поддержки. Оставшиеся 19 домов достроить без привлечения федеральных средств невозможно. Мы работаем над этим вопросом и продумываем варианты, чтобы помочь людям. Что же касается долгостроенного Герцена-11, то здесь строительная готовность дома составляет 30%. Для достройки объекта необходимо 292 миллиона рублей. Амичи успешно выступают на Европейских играх в Минске. После первого дня состязаний у наших атлетов уже несколько медалей. Первое золото для сборной России завоевала стрелок Виталина Буцарашкина. Комплект медалей разыграли среди смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Буцарашкина выступит еще в двух индивидуальных дисциплинах. Победную эстафету подхватили и омские гимнастки. Вера Бирюкова и Анастасия Шишмакова стали также чемпионками. В составе сборной России девушки выиграли в упражнении с пятью мячами. Наша команда вышла на ковер последний, зная результаты соперниц. Гимнастки сумели справиться с волнением и выступили блестяще, набрав вышибал. Игры продолжаются. Спортсмены разыграет 201 комплект наград в 19 видах спорта. Балерина музыкального театра Нина Малеренко рассказала, как спасла жизнь прохожему. ЧП случилось на Лукашевича. Девушка стала свидетелем того, как люди пытаются привести в чувство незнакомого мужчину. Не растерялась и артистка, не задумываясь, бросилась на помощь. Я подошла, посмотрю, что происходит. А человек уже черный, у него лучшие губы, цвет лица уже был темный. И я дала ей звонить в скорую. Пока вызвала скорую, подъезжала в аптеку за наштырем, за водой. Мужчина еще один увидел все это, видел, что я там кричу, что нужна помощь. И подошел, и они начали делать ему искусственное дыхание и насаж сердца. Я держала нашатырь у носа. Уже через несколько минут, по словам балерины, мужчина пришел в себя. Своим спасителем он сообщил, что имеет проблемы с сердцем. Возможно, именно благодаря неравнодушным ему удалось избежать инфаркта. Балерина рассказала, что это не первый случай, когда она помогает спасти жизнь человеку. Три года назад вместе с отцом вытащила из РТШ тонущую девочку. Студенты примут участие во всероссийских стройках. Студотрядовцы уже получили трудовые путевки. Сегодня они отправятся на объекты. Как и в прошлом году, самыми престижными станут космодром Восточный и так называемый Мирный Атом. Это электростанция в Нововоронеже. Под присмотром опытных наставников бойцы будут выполнять штукатурно-малярные и отделочные работы. Монтировать технологические установки, собирать сложные металлические конструкции и прокладывать кабели. Трудиться наши студенты будут по всей стране, от Калининграда до Камчатки. Ну а самые активные смогут поработать даже за границей. Мы проходили различные мастер-классы, после чего мы писали тест и разговаривали с работодателями и центральным штабом. Нас уже после этого всего начинали отбирать. На самом деле это очень престижно быть командным составом такой стройки, международного масштаба. Очень многие ребята на самом деле очень хотят туда попасть. Наши студенты будут работать не только строителями и проводниками, но и вожатыми. Некоторые из них уже уехали на летние смены в такие знаменитые лагеря, как Океан во Владивостоке и Крымский Артек. И последнее лето, как и зиму, проведут за городом. Пару белых лебедей не вернут на озеро парка 30-летие в ЛКСМ. Причина тому – собаки. В Центральном парке Омска краснокнижники обосновались прошлым летом. Для них построили домик и постоянно кормили. На зиму пернатых увезли в район, поселили в теплом вольере. Эта прописка, похоже, станет постоянной, так как в городском парке птиц терроризируют собаки. Несколько раз даже нападали. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Спонсор прогноза погоды – ИП Севкова Марина Балакановна. Летний душ из поликарбоната. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50-50-23. Сегодня, 24 июня, по области в Омске переменная облачность. Температура воздуха в районах в дневные часы плюс 19, плюс 21. В Омске днем до 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Летний душ для дачи из поликарбоната. Душевые баки с подогревом и без. В июне при покупке душа доставка и душевые аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50-50-23. И на сайте летнедуш.рф. На этом пока все новости. Хорошего вам дня и увидимся в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин